МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начало строительства новой детской поликлиники по улице Силкино запланировано на сентябрь-октябрь текущего года. Порядка 900 миллионов потратят на возведение здания и оснащение его необходимым оборудованием. На основании генерального плана Сарова поликлиника будет построено севернее здание 7-й школы, восточнее дома номер 46 по улице Силкино. Подробности далее. На сегодняшний день в старой детской поликлинике работает 6 педиатрических участков. Все узкие специалисты переведены в новый район. Ходить на прием к педиатру жителям старой части города приходится через стройку. Работы по восстановлению монастыря идут все активнее, поэтому и вопрос со строительства нового здания поликлиники все актуальнее. Сейчас заканчивается экспертиза проекта. Часть строительная экспертизу прошла, мы получили положительное заключение. По сметам проектировщикам были даны замечания. Порядка 900 миллионов рублей потратят на строительство здания и на приобретение оборудования. Подрядчик будет определен по результатам электронного аукциона. Строительной компании предстоит освоить территорию севернее 7-й школы и восточнее дома 46 по улице Силкино. Согласно нормативам, для возведения здания необходим участок земли площадью не менее 5000 квадратных метров. По правилам, где-то в течение полутора месяцев происходит выбор подрядчика. То есть это начало сентября у нас будет выбран подрядчик. Как только он будет выбран, мы уже потребуем, чтобы он начал работу. Помимо самого здания на этом участке появится небольшая парковка и детская площадка. Прилегающую территорию оснастят ливневой канализацией и тротуарами. Еще один важный объект – подъездная дорога. Она начнется от перекрестка улиц Силкино и Чапаева, пройдет севернее жилого дома и станет продолжением улицы Чапаева. Строительство подъездной дороги вошло в программу реализации туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров». На сегодняшний день подготовлены технические задания на разработку проектно-сметной документации. Сроки начала строительства дороги пока неизвестны. Для продолжения улицы Чапаева снесут 92 гаража в пятом кооперативе. Как нам сообщили в администрации города, форма компенсации собственникам предусмотрена законодательством. Новое издание детской поликлиники должно появиться на улице Силкино к концу 2021 года. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. В Сарове обновилась доска почета. По традиции, в канун Дня города там появляются новые фотографии саровчан, достигших высоких результатов на профессиональном поприще. Это врачи, педагоги, тренеры, военнослужащие, предприниматели, рабочие и различных организаций. В этом году на доске почета много портретов педагогов школ и учреждений дополнительного образования. Ничего не бояться, пробовать что-то новое. Это жизненный девиз Анны Щербининой, педагога молодежного центра. В этом году ее имя и портрет в числе 15 саровчан украсил городскую доску почета. Несмотря на небольшой стаж работы, Анна успела зарекомендовать себя ответственным и творческим педагогам. Мы все ей очень гордимся и надеемся, что это только начало пути в молодежном центре у Анны, успешного пути. Три года назад в молодежном центре Анна организовала медиаклуб для детей и подростков в формате .ру, где они вместе создают тематические ролики и репортажи. Она учит их редактировать видеофайлы, монтировать видео, брать интервью. Казалось бы, такая техническая работа, а получалось все очень ярко, творчески, интересно. И молодежь за Анней пошла, стала ей помогать и стали реализовывать те проекты, которые нам казались в тот момент недостигаемы. Интересные идеи и задумки становятся новыми проектами, с которыми Анна вместе со своими подопечными участвует в конкурсах и фестивалях. Они представляют молодежный центр на областном и российском уровне. И как результат – грамоты, дипломы, гранты. На вопрос, что главное, ее профессиональные деятельности Анна ответила просто. Иметь интерес к своей работе, интерес к работе с детьми, с подростками, с молодежью, иметь желание воплощать все свои идеи, реализовывать свои проекты. Появлению своего портрета на доске почета отнеслась спокойно. Стало очень приятно, что ее работу заметили и оценили. Да и стремлений как такового попасть на доску почета не было. Просто работала, учила своих мальчишек и девчонок, стараясь стать отличным педагогом. Самое для меня главное, что я все, что я делаю в своей работе, я делаю это с желанием, с интересом. Поэтому я не скажу, что для меня это какая-то сложная такая дорога, что я шла к этому. Я это все делаю с легкостью, своим желанием, с интересом, с энтузиазмом. Впереди новые цели, интересные проекты, творческие встречи. Планов много. До начала учебного года есть время все обдумать и с новыми силами опять погрузиться в творческий процесс обучения и воспитания. Елена Грецкого, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей САРУ-24. Нижегородские муниципалитеты могут получить субсидии на проектирование новых дорог. В этом году на реализацию госпрограммы развития транспортной системы региона заложено более 22 миллиардов рублей. Большая часть средств будет направлена на ремонт и содержание автомобильных дорог, а также на обеспечение безопасности дорожного движения. Особое место в программе отведено поддержке муниципалитетов. На ремонт местных дорог предусмотрены субсидии из областного бюджета в размере 600 миллионов. Планируется отремонтировать порядка 46 километров дорог. Также субсидию муниципалитеты впервые смогут направить на проектную работу. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В России создан круглосуточный колл-центр по вопросам вывоза мусора. Информационная система «Рео Радар» – это технологическая платформа, которая будет собирать жалобы на тему обращения с отходами. Любой желающий может обратиться на горячую линию или на сайт по вопросам сбора и переработки мусора, а также сообщить о нарушениях в своем городе и приложить для доказательства фотографию или видео. Оставить жалобу можно на сайте radar.reo.ru или по телефону 8 800 600 9008. Абитуриенты могут подать документы на целевое обучение с дальнейшим трудоустройством во ВНИЭФ. Прием в ВУЗы проводится при заключении договора между абитуриентом и ядерным центром в пределах установленной квоты высшего учебного заведения. Подать заявление можно по адресу улица Железнодорожная, дом 4, кабинет 301. Собеседование с претендентами на целевые места пройдут 18 и 19 июня. Подробная информация и перечень документов, которые необходимо подать для участия в конкурсе, размещены на официальном сайте РФЯЦВНИЕФ. Две лицеистки написали ЕГЭ по математике на 100 баллов. Всего экзамен по профильной математике писали 359 выпускников. Средний балл в Сарове 61,7. ЕГЭ по базовой математике сдавали 115 11-классников. Результаты оценивались по пятибальной шкале. Средний балл по городу составил 4,25 балла. Успешная сдача экзамена базового уровня позволяет подать документы в те вузы, где математики нет в перечне вступительных испытаний. Профильной ЕГЭ необходимо сдавать для поступления на специальности, где математика один из вступительных экзаменов. С 2019 года выпускники могут выбрать для сдачи только один уровень ЕГЭ по математике. 23 июня в праздник всех святых пройдет традиционный крестный ход вокруг города. Начало в 10 утра от храма всех святых. Крестный ход пройдет от проспекта Музруково через ближнюю и дальнюю пустынки. Храм Пантелеимона в больничном городке, храм Иова Многострадального и храм в честь царственных страста терпцев. Завершится крестный ход у храма всех святых около 6 часов вечера. В детской библиотеке имени Пушкина продолжает работу проект «Необычные летние открытия». На очередном занятии юные читатели совершили чудесное путешествие с зонтиком. Разбившись на команды, они отправились на поиски литературных героев, обязательным атрибутом которых был зонт. Ребята провели исследования художественных произведений и заполнили путевые листы. Подробности далее. Ребята разделились на команды, разошлись по площадкам, чтобы провести свое литературное исследование. На столах лежали книги и первое задание – отгадать автора, который придумал героя с зонтиком. Он заявлял, что пишет как для мальчиков и девочек, так и для взрослых. Однако самые знаменитые его книги сейчас знает каждый ребенок. Андерсон. Андерсон. Ганс Христиана Андерсон. Чудесное путешествие в рамках проекта «Необычных летних открытий» началось. Дальше ребят ждали более сложные задания. Среди множества произведений автора нужно было угадать, в каком из них есть герой с зонтиком. С помощью ребусов, выполнения творческих заданий, разгадывания шифровок, чтения различных зеркальных отображений, текстов, ребята будут узнавать сюжет книги, знакомиться с героями книги. Ребята выясняли, зачем тому или иному персонажу зонт, как герой его применял, чем их зонты отличались от современных. Каждая команда заполняет путевой листок, где записывает автора, которого они узнали, книгу, с которой работали, главных героев и важнейшие детали сюжета. Через полчаса ребята заполнили все пункты путевых листов и отправились на защиту своих исследований, где познакомили своих товарищей с авторами и литературными героями, которые использовали зонтики. Елена Гриско, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей СРО-24. А летом у саровчан появляется возможность погрузиться в увлекательный мир чтения на свежем воздухе. Сотрудники библиотеки имени Маяковского знакомят горожан с произведениями отечественной и зарубежной литературы в сквере возле Старого фонтана. Проект «Летний читальный зал» работает в течение всего лета. Каждый четверг саровчане могут посетить увлекательные тематические встречи. Каждый четверг аллея возле Старого фонтана на проспекте Мира становится настоящим раем для книголюбов. В 16 часов здесь открывает свои двери летний читальный зал библиотеки имени Маяковского, посетить который может любой желающий. Игры, конкурсы, мастер-классы. Летний читальный зал посещают не только дети, но и их родители, бабушки и дедушки. Каждый из них находит себе занятие по душе, и темы все время разные. И о наших друзьях, о братьях наших меньших, о собаках, об искусстве, об интересных книгах, о юбилеях в мире литературы. Самые разнообразные и интересные темы. Такие встречи, по мнению библиотекарей, помогают приятно провести время на свежем воздухе. Также читатели узнают для себя что-то новое. В центре каждой встречи летнего читального зала книга. Вокруг нее происходит все действо. Именно она иллюстрирует самые яркие моменты. Мы стараемся, чтобы эти встречи подталкивали ребят и взрослых к совместному чтению, к изучению интересной литературы, чтобы они узнавали что-то новое, интересное, какие-то факты. Темой первого летнего читального зала стали хобби и увлечение. Ребята и их родители поиграли в настольные и подвижные игры, ответили на вопросы викторины и сделали бумажного дракончика. Нина Чибристова с удовольствием посещает летний читальный зал уже второй год. Каждая встреча оставляет у нее приятные воспоминания. В этот раз девочке понравилась игра колокольчики. Мы должны были надевать на ноги колокольчики и тихо подбираться к тому, кто там держит шишку. Закрытыми глазами он был. В следующий четверг посетителям летнего читального зала расскажут о редких книгах, которые хранятся в фонде библиотеки имени Маяковского. Екатерина Афенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Саровский клуб «Реактор» занял первое место на втором этапе Кубка Москвы по спортивному пейнтболу. Соперниками наших спортсменов были сильнейшие команды из Москвы и Московской области – Иванова, Надыма и Ярославля. Лучшим игроком турнира признан нападающий командой «Реактор» Павел Филлисов. На тренировки победителей побывала наша съемочная группа. Павел Филлисов занимается спортом с детства. Сначала это был футбол, но серьезная травма ноги поставила крест на возможность развиваться в этом направлении. Жить без спорта Павел не хотел и искал для себя альтернативу. Ей стал пейнтбол – игра, в которой меткость, скорость и способность стратегически мыслить играют главную роль. И вот уже больше девяти лет Павел выходит на специально оборудованные поля с маркером в руках. Карьера начинается у всех просто. Увидели прокат, сходили, заболели, дальше покупка своего оборудования, нашли команду. Хорошо, что она тогда уже существовала, клуб единомышленников. И дальше уже тренировочный процесс и игра. Команда «Реактор» стала для Павла второй семьей. Вместе с товарищами они по полной выкладываются на тренировках, чтобы доказать всей стране, Сарове умеет играть в пейнтбол. Областные, всероссийские и даже международные соревнования. Спортсмены стараются не пропускать серьезных турниров. И именно чувство локтя и умение понимать друг друга на интуитивном уровне позволяет добиться высоких результатов. На втором этапе Кубка Москвы «Реактор» занял первое место. А Павла Филисова признали лучшим игроком турнира. Команда помогла. Плюс в полуфинале удалось, когда остался один, поразить четырех соперников. И судьи единогласно выбрали лучшим игроком. Всего в турнире принимают участие 11 команд из Москвы, Московской области, Иваново и Ярославля. Победа на этапе – это еще не победа в Кубке. Поэтому расслабляться рано. Пока «Реактор» занимает вторую строчку в общем командном зачете. И ребята активно готовятся к третьему финальному этапу состязаний, который пройдет в августе в Москве. На протяжении 11 лет мы ездим постоянно на все эти турниры, постоянно занимаемся зимой и летом. Это хобби, интерес. Сегодня за клуб «Реактор» играют более 30 спортсменов. И для каждого из них пинтбол – это не просто праздное развлечение. Это серьезное хобби, в котором нет места поверхности. За каждой победой стоит упорный труд и многочасовые тренировки. Но награда велика – адреналин во время игры и невероятные эмоции на пьедестале почета. В клубе рады новичкам. «Реактор» открыт для всех, кто ценит спорт и жаждет добавить драйва своей жизни. Выпуски авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. «Реактор»